Проблемный двор. Иначе территорию у дома номер 102 по проспекту Ленина не назовешь. Отсутствие хозяйской руки здесь чувствуется во всем. Ограждение вокруг детской площадки покосилось. Везде заросли травы. Не говоря уже о том, что во дворе нет ни одной лавочки. Деревья, поваленные майским ураганом, до сих пор лежат на земле. Как валялись деревья, так они и валяются. Вон их кто туда подвинут, кто туда их подвигают. С места на место убирают, а возить не увозят. Горы хлама около мусорных баков здесь все время. И если из контейнеров отходы вывозят, то крупногабаритный мусор и ветки деревьев складируются постоянно. Я житель этого дома уже 78 с половиной лет. Такого бардака за всю жизнь не видел. Управляющая компания только деньги вымогает. Мы же платим большие деньги за капремонт. Платим деньги большие за благоустройство. Теперь вот вывозка мусора возросла. Сделали завод, но кругом вокруг эти бутылки и всевозможная тара. О дворнике в этом доме ходят легенды. Кто-то не видел его совсем. А те, кому посчастливилось его встретить, говорят, что появляется он изредка и убирает только два квадратных метра около подъезда. Вся остальная территория замусорена капитально. Строка за уборку территории имеется в платежках, которые мы платим своевременно, но при этом уборки никакой нету в дворе. А такое явление здесь тоже не редкость. Дохлым крысам и мышам на газоне никто не удивляется. Уже на второй месяц они валяются, потому что убрасываем мусор и ходим там и видим три крысы. Граничащая с дворовой территорией спортивная площадка тоже в удручающем состоянии. Она много лет уже пустует, асфальт разрушился. Здесь либо выгуливают собак, либо собираются сомнительные компании. На память о таких сборищах остается битое стекло. Дети пытаются тут, иногда тоже подметаются. Я тоже это чистила. Зимой у нас, значит, ребята, родители тут пытались залить, но столько воды тут невозможно на таком асфальте ямы кругом заливать. Тут ничего не получалось, чтобы они хотели воспользоваться, ну, кататься на коньках. Короче, сколько мы сами не пытались, ничего у нас не получается, потому что надо все отремонтировать. Надо сначала асфальтовое покрытие сделать. Переговоры с управляющей компанией ни к чему не приводят. Переписка тоже. А дозвониться к ним – большая проблема. У нашей съемочной группы это тоже не получилось. Извините, абонент временно недоступен. Пожалуйста, перезвоните позже. Форум в сети пестрит нелестными отзывами о работе управляющей организации. Ужас, кошмар, ничего не делают, хамят. Найти управу на коммунальщиков у местных жителей не получается. Многократное обращение к городским властям, в прокуратуру, ничего не дают. Отписка следует. Все убрано. И, как говорится, на другой день наша песня хороша, начиная с начала. Ко всем проблемам добавилась еще одна. Во дворе дома началось строительство многоэтажки. Траншею для коммуникации вырыли, а строительное ограждение установить забыли. Звонок из редакции привел представителей застройщиков «Чувства». В том, что так легко решаться и остальные проблемы, жильцы дома не уверены. Многолетний опыт борьбы с управляющей организацией перевешивает мечты о счастливой жизни. Хотя некогда этот двор был образцован. Здесь был фонтан и эстрада для концертов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова